Какой базовый прогноз по инфляции в этом году? Продолжат ли расти цены на отдых в санаториях Татарстана? И каков спрос на золотые слитки и монеты в республике? Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Вы смотрите новости экономики. В студии Нина Горюнова. Здравствуйте. Россия в ближайшие полтора-два года будет жить в очень сложной ситуации. Об этом заявил председатель счетной палаты страны Алексей Кудрин. По прогнозам Минэкономразвития, падение экономики по итогам этого года составит 8,8%. А по более консервативному сценарию 12,4%. По предварительным оценкам, инфляция в этом году по базовому прогнозу составит 20,7%. А в следующем году выше 6%. Отметим, что по итогам марта годовая инфляция в Татарстане уже составила 18%. Каждую неделю товары и услуги в республике дорожают на 0,2%. Инфляция есть хорошая. Японцы инфляции пытались у себя достичь 10 лет, никак не могли. У них была дефляция, они все жаловались. У них экономика не росла нужными темпами, потому что инфляции не было. Поэтому разные есть инфляции. Мы сейчас говорим о такой вредной инфляции, когда, например, хлеб стоял 20 рублей, стоял 40 рублей. Инфляция, она может усилиться, это называют агрофляцией, то есть из-за удорожания плодовощной продукции. Есть такое понятие инфляции и сдержек, которые подстегивают, например, ростом цен на бензин. Пока можем порадоваться, что у нас цены на бензин на стабильном уровне находятся. Даже немного снизились. Даже немножко снизились. Если удастся держать на стабильном уровне цены на топливо и так далее, то я думаю, это не даст усиление инфляции. Ну, какие-то там будут. Понятно, что в условиях санкции какие-то товары мы по импорту берем. Это все-таки сказывается. Еще один фактор я хотел отметить, заключение. Иногда бывает так, вроде продукция отечественная, а на мировом рынке на нее цены растут. И здесь уже срабатывает такой эффект, как говорится, спираль своего рода инфляционная. И эффект подорожания. А что, там цены растут. А почему мы не можем повысить цену? Хотя, там импортной составляющей нет. Может и такое быть. В Татарстане наблюдается высокий спрос на отдых и лечение в санаториях. Благодаря программе Туркэшбэка в мае загрузка здравниц в республике достигает 100%. В летний период также высокие показатели. Загрузка на июнь уже более 60%. На июле-август до 45%. Если вы еще не забронировали июль, то надо сделать это сейчас или сразу после майских праздников. Ведь в этом году на самые интересные тур объекта и санаторий наблюдается ажиотажный спрос. Цены на лето поднялись примерно на 15% в сравнении с прошлым сезоном. Но это не предел. И майское солнце подогреет не только спрос, но и цены, связанные со стоимостью продуктов и услуг. Сегодня в Татарстане действует порядка 40 санаторно-курортных учреждений. Средняя стоимость отдыха здесь составляет 2940 рублей в сутки. Это один из наиболее доступных показателей по Волжье. Мы провели мониторинг и сделали вывод, что на сегодняшний день цены увеличились в среднем на 15-25% относительно летнего сезона прошлого года. Поэтому есть объективные обстоятельства. Сейчас по этим ценам здравницы начинают работать. Но я думаю, в зависимости от ситуации, которая сложится дальше, цены могут варьироваться. Если загрузка будет недостаточной, то цены упадут. Или же, наоборот, если спрос будет достаточно высокий, то цены будут повышаться. В банке Татарстана фиксируют всплеск спроса на золото, слитки и монеты. На фоне непростой экономической ситуации люди стараются сохранить свои сбережения, используя надежные долгосрочные инструменты инвестирования. Тем более, что в марте был отменен НДС для физлиц на покупку золота в слитках. Наибольшей популярностью пользуются слитки весом 1 килограмм, а также монеты Георгий Победоносец. В портфеле иметь золото, иметь металл, это все равно, что иметь доллар или евро, потому что это же международный товар, и он котируется на международных рынках в той же самой валюте. Поэтому, ну, если у вас есть сбережения какие-то, которые вы прям хотите где-то куда-то пристроить, можно рассмотреть, конечно. Это были новости экономики. До встречи.